В конференции делегатов ветеранских организаций, помимо представителей районных ячеек, приняли участие и руководители области. Государство во многом определяет, как будут работать ветераны на местах, формируя бюджет организации. Как отметил Акимобоси Бейбута Тамкулов, власть всегда будет помнить о значении старшего поколения для будущего государства. Без старейшин трудно добиться спокойствия и благополучия в обществе. Именно ваш богатый опыт помогает нам двигаться вперед. Вы хранители традиций и обычаи народа. Вы воспитываете молодое поколение, указывая нравственные ориентиры. В ходе конференции делегаты вспомнили главные вехи прошлого года. Одним из важнейших событий, отметили ветераны, стало празднование 70-летия Великой Победы. Для этого из областного и республиканского бюджета было выделено полтора миллиарда тенге. В том числе и на выплату единовременного пособия для 23 тысяч участников Великой Отечественной войны. 27 участников войны получили новые квартиры. Также капитально отремонтированы 20 квартир и проведен текущий ремонт в домах 227 ветеранов. На это было выделено 68 миллионов тенге. 55 улиц получили имена участников войны. Вместе с тем, говорят делегаты, у организации еще остаются нерешенные задачи. Хотелось бы больше вовлекать ветеранов в общественную жизнь. Конечно, хотелось бы, чтобы им оказывалось больше внимания. Наши ветераны еще полны энергии и они хотят и могут заниматься общественной работой. Старейшин можно приглашать на соревнования. Сейчас их проводится очень много. Надо отправлять ветеранов на лечение в санатории почаще. Они это заслужили. А также оказывали материальную помощь тем, кто в ней нуждается. В заключении конференции члены областной организации избрали делегатов на седьмой съезд ветеранов республики. Возможно, там и будут озвучены эти вопросы. Даня Архудайбергенов, Николай Иванов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «ОтРАР». Продолжение следует...